Всем добрый день! Утро не могу сказать, потому что день. Я уже поработала, пришла домой, варю картошечку. Выбрала специально помельче, чтобы она быстрее сварилась в мундире, как и говорила. Сало сейчас порежу с луком, с моей кабачковой икрой, она просто обалденная, с черным хлебом, с лучком. Эх, рюмашечки водки не хватает, но я водку не люблю. А потом вечером буду готовить курицу в винном соусе. Так что подписывайтесь, друзья, подписывайтесь. Все дружненько подписывайтесь, чтобы быть в курсе моих событий. Или с хреном, или с горчицей. Сало с горчицей, сало с горчицей точно. У меня вот такая горчица есть. Она прям как это, наша ядреная такая. Вы знаете, тут все, кого не послушаю, дишонская какая-то, дихонская горчица. Там самая, наверное, она шикарная, что ли. Но я здесь другой не встречала. Она вся вот горчица да дихон, дижон, дижон. Есть еще, знаете, какая американская здесь, но она сладкая и вообще на нашу горчицу не похожа. Так что у меня, оказывается, горчица хорошая. Обычно в Меркадоне продается. Вот с горчицей, сало. Вкусно же, вкусно. Чарли уже наверх улез. У нас, знаете, с утра великолепная погода, солнце светит, тепло. Но потом ближе к обеду поднимается ужасный ураганный ветер, который сдувает все на своем пути. И вся эта хорошая погода идет к чертовой матери. И я околела. Я, как всегда, утром оставляю дверь, балкон открытый в спальне. Захожу домой, у меня все летает. Все, все летает. Все, что можно. И поэтому холодно. Хотя, смотрю на градусник, 21 градус в доме. Вроде бы не холодно. Но из-за того, что ветер, холодно. В общем, сейчас меня сало с горчицей дижонской или дихонской, или какая бы она там ни была, согреет. А вы что едите на обед? Посоветуйте. Может, рецептик какой-нибудь дадите? Я наконец-то не буду ломать голову. Хотя на завтра я уже не буду ломать голову. Я сделаю курицу с винным соусом и рис отварю. Угу. Так неохота была ходить из дома. Так смотрела сериал интересно. Но прогулку с Чарли никто не отменял. Мне его стало жалко, как всегда. Он ко мне пару раз прибегал с игрушкой. И думаю, так весь вечер меня будет докучать. Пойду лучше с ним погуляю. Помните, я говорила вам про мотоцикл, который опарковывается плохо. Видите, он бы здесь приместился. Но нет же. Он стоит и занимает целое место вот здесь. И вот вообще его не трогают даже отсюда. Не знаю. Смотрите, какой у нас ветер ураганный. Вся грязь, весь мусор летает по улицам. Так вот, этот мотоцикл я ни разу не видела ни одного дня, чтобы он там не стоял. Не знаю. Прикол, наверное, может быть такой поставить его там, чтобы он стоял. Так что вот, идем гулять. Я, вы знаете, иду в парк. Всегда в одной улице, а возвращаюсь через город. Прикольно. Не знаю, почему так вот. Все время у меня вот такой вот маршрут. Мне бы хотелось поменять, но другой дороги тут нету. А так каждый день одно и то же. На этаже дорога как-то. Я сегодня курицу приготовлю на завтра на обед. А завтра тогда после работы на пляж с Чарли съезжу, чтобы хоть как-то поменять обстановку. Я сегодня, кстати, ела одна. Муж где-то там, с кем-то там был. Ну, по работе. В общем, а я... Чему это говорю? В общем, я же картошку варила в мундире. Кстати, вот он уедет. Вот что это он едет. Сейчас спросим. Вот видите, как здорово. Попался муж по дороге. Вез мне эти пироженки. Ну, теперь уже назад. И приехали мы на пляж. Смотрите, как здесь все от шторма затопило. Видите? Пипец. И дальше больше, а еще хуже. Вот мы сейчас прогуляемся по пляжу. Я вам говорю, я только ныла, что мне надоело однообразие. Завтра хотела на пляж. Сегодня приехала. Там такой шторм вообще. И ветер такой ледяной прям сегодня. Не вчера теплый был. А может быть, это просто на пляже ледяной. Не знаю. Не знаю, какие-то там пироженки мне купил. Это чтобы у меня жопа росла. Ой, ну, завтра после обеда съем. С чаем-то. Такие вот у нас пироги. Видите, как вовремя я вышла из дома? Холодно, блин, нафиг. Хорошо, хоть под ветер иду. А так бы прям мороз и солнце. День чудесный. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Смотрите, как все затопило штормом. Видите, все плавает. Буквально в воскресенье тут ходили. Ходила вон там. А сейчас туда только на лодке доберешься. Вообще, видите, как штормом затопило. Пляж-то довольно-таки далеко. А все равно, какой силы было. Смотрите, все баки плавают. Вот это вот место для баков мусора. Они, смотрите, где. Один, вот там второй. Вообще, такой поток. Пипец. Сила воды, видите, какая. Даже тут везде все затоплено. Я думала, здесь этот мостик затоплено был. Ну, он был затоплен, но, видимо, вода уже спала. И драгон, конечно, вред. Смотрите, как он здесь. Дива такая говорит, что это за пузырь такой? Люди, что это за пузырь такой я увидела? Пипец надулся. Ой, не могу на пляже. Ой, вообще. Думаю, что это за пузырь? Наверное, рыбка какая-нибудь. Ага, она самая. Вот такие пироженки мне муж притащил. Вот это я даже не знаю, что это, с чем. Но, говорит, вкусное. Не знаю, завтра попробую. Завтра попробую. А сегодня у меня ужин вот такой. Та-дам! И, знаете, я курицу, говорил вам, буду готовить. Но оказалось, что я завтра одна опять остаюсь на обед. Поэтому, что я ее буду готовить для себя одной. Для меня у меня вот есть три картофелины. Еще что-нибудь там. А, вон, три сосиски есть. Одна, которая для Чарли 100%. И все, и больше мне ничего не надо. Для счастья салатик нарублю. Так что, завтра сделаю курицу. У меня там в микроволновке просто разогревается мужик. Ужин, скажем так. И все. Думаю, сейчас это... Говорю, сейчас курицу пойду делать. А что, завтра меня не будет? Ну, зашибись. Ну, ну, ладно. Еще лучше не готовить. А завтра тогда приготовлю как раз в пятницу. А там в пятницу у нас родственники футбол играют. В соседнем городе. Ну, как в соседнем, оно 100 километров от нас. Там какие-то лиги. Там непонятно что. И он вроде бы поедет смотреть. Говорит, чтобы я поехала. Но я такая футболистка, что я его футбол смотреть не люблю. Вообще никак. Он говорит, по магазинам походишь. Я говорю, так я в пятницу работаю. Какие магазины. После обеда я работаю. Так что не знаю. Но курицу надо готовить. Она у меня протухнет там. Ладно, пока... Пока надо все это убрать. Безобразие. А то прям так на пироженки смотрю. Прям они прям... Вот это вот мне прям особо привлекает. Не знаю, что это там внутри. Вот эти палочки они вставят, чтобы вот не остался крем наверху. Ой. Блин. Прилегла только на кроватке. Время уже позднее. Но... О, бежит, бежит. Здрасте, приехали. Здрасте, приехали. Я вас не звала вообще-то. Че пришел-то? Ты че пришел? Я тебя не звала. А ты зачем ко мне пришел? А? Ты зачем? Куда я, туда и ты. Куда я, туда и ты. Моя рыба сладкая. Куда я, туда и ты. Да? Скажи всем пока. Вот. Вот. Куда я, туда и он. Я лежу, и он лежит. Я в туалет, и он со мной в туалет. Ой, чего ты? Неженька какой. Неженька какой. Ты такой неженька, что ли? Ты такой неженька. Вот улегся, улегся. Вот так вот улегся со мной. Лизит моя рыба. В общем, сейчас мы кино пойдем смотреть. Я уже умылась. Нанесла маску на лицо, которая не смывается. Вот. И. То на диване хожу вот так весь вечер. С дивана, на кровать, с кровати. А та кровать в той комнате, блин, завалена вещами. Там у меня куртки надо разобрать. Платья уже какие-то. В общем, кофты достала. Все там вот так на... Уже надо собирать на... Ну, которые куртки там, допустим, теплые. Их надо уже складывать, куда-то вешать. Ну, не куда-то, а в шкаф. Вот там вот, который стоит в зале. В общем, и там еще такие завалы. Моим, мужа. Вот так вот он бесится. Вот так вот он любит бесить. И по утрам он тоже так. Когда видит, что я встала. И вот такой вот у него начинается. Развушка, потом идет целоваться. Да? Да? Все, набесился? 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 Ты? Ты набесился? Диковая сладкая рыба. Люба, помучать. Я все время боялась, что он у меня вырастет и не будет играться. У всех спрашивала. У кого собаки, говорю, ну а вот вырастет сколько и не будет играться. Нет, а некоторые говорили, у кого собаки любят играться, они играются до старости. До смерти, можно сказать. А мой чарль очень любит играться. Бегать, прыгать. Поэтому. А тут так скучно. Вот такие собаки, которые как кошки лежат, ничего не делают. И такие скучные. В общем, у меня в этом шкафу тоже пипец всему. Там у меня сейчас такая пора, что в шкафу висит теплый свитер и майка. И футболка. Правда, в футболке еще холодно. Но я трое свитеров уже в машинку положила. Я их специально в такой мешок кладу для стирки. И вот они там стираются. Поэтому я все, я в руках ничего не стираю. Вы знаете, вещи не такие дорогие, чтобы их стирать в руках и гробить свои ручки. Поэтому я в мешок и в машинку. И все замечательно. Все так же служит. Вот. И вещи надъедают. Потом их хочется менять. Все равно мы даже какие бы как-то типа. Вот знаете, еще бывают качественные вещи, дорогие. Они будут служить долго. А нафиг они нужны. Они через 2-3 года, они надъедают эти качественные, дорогие вещи. Они просто надъедают. И их легче выбросить. Ну, выбросить, отдать кому-то там вот, да. И купить себе новые, чем трястись вот так. Все равно же всю жизнь не будешь носить, да. Мода каждый год меняется. И нафиг мне нужны эти качественные, дорогие вещи. Фирменные какие-то там, суперфирменные. Я не говорю там Сара или вот какие-то там Спринфель. Все это не такие дорогие марки. И как бы нет. Я говорю про более дорогие. Поэтому, как говорится, овчинка выделки не стоит. Качество. Вы будете носить это 100 лет. Да мне не нужны вещи, которые я буду носить 100 лет. Ну, зачем мне такой, допустим, свитер, который я буду носить 100 лет. Я его никогда в жизни не буду настолько носить. Максимум 3 года, 2 года я поношу. На 3 год я уже его буду одевать раз в год. А на 4 год он у меня просто будет висеть и занимать место. А так как я очень жадная на выброс, он мне просто будет висеть тупо и занимать место. Потому что выбрасывать мне все очень жалко. Хотя здесь даже и некачественные вещи, они все равно служат очень долго. Поэтому я все стираю в машинке. Даже если что-то испортится, это будет лишний повод сходить на шоппинг. Я вот так к этому отношусь. Что, чтобы не делать у нас в жизни, все, как говорится, к лучшему. Если спорвалось что-то, значит, пришло время идти на шоппинг и покупать что-то новое. Вот видите, у меня сейчас такое время, что покупать нечего просто. Потому что, во-первых, я не знаю, не помню, что у меня там летние есть. А что-то покупать, потом достану, допустим, платье, которое у меня есть один в один. И я просто потрачу деньги на такое же платье. И хочется, как борется, и корется. Но ничего, мы покупаем аксессуары, сумки и все такое. Что-то я, наверное, отошла от темы. Сейчас, кстати, фильм классный начнется через 10 минут. С Николас Кейдж. Он мне тоже нравится. Там, значит, не помню я их, как называется. Вроде у них семейная пара, у них пропадает ребенок, рушится семья. Вот потом семья через год воссоединяется для поиска этого ребенка. И получается, что ребенок пропал каким-то странным образом. Вот. Это что я прочитала. Кстати, соседи наши приезжают только на выходные, походу. Потому что в такое время, в такие дни их вообще нет. Очень странно. Ладно. Вот так, помра, поделилась своими, как говорится, думками насчет одежды. Ну, я правильно так считаю. Мне как-то... Дольче Габана, а я-то иду такая вся. Вдольче Габана, я иду такая вся. Нафиг мне это надо. Да? Тем более в Испании, знаете, на это вообще не обращают внимания. Вы видели. У нас в Меркадоне, допустим, ходят и в пижамах. Всем вообще здесь па-ба-ра-ба, ну, как ты одет? Вообще. Всем наплевать. В чем ты надета? А как ты одета вообще? Как ты там? Че ты там? Без разницы. Мне кажется, вы знаете... Сейчас еще вспомню. Я когда приехала в Испанию, тоже как-то мне это... Я уже много раз говорила. Меня это как бы... У нас немножко мы другие. Мы привыкли, знаете, как выпендриваться, что ли, да? Чтобы все на показ, какие мы красивые, одеваться красиво там, чтобы все было чики-пики, чики-пуки. И когда я сюда приехала, увидела, что всем вообще по барабану как-то чики-пики и даже слишком нарядные. И потихоньку, маленечку... У меня даже было время, когда я вообще не красилась вообще. У меня даже косметики не было, представляете? Никто даже на это не обращал внимания. Нет, в спортивном костюме я, конечно, не ходила. У меня его и не было. Я не любительница спортивной одежды. Но вот так потихонечку, потихонечку. У меня даже штанов не было, ни джинс не было. Всегда юбки, всегда платье, знаете. А когда машину начала водить вообще, а когда на работу вышла, ну, вообще вот зимой, джинсы более удобно. Летом, конечно, нет. Никаких у меня джинс и брюк у меня вообще нет на лето. Потому что очень жарко. Манька потеет, и зачем мне это надо? Поэтому одни юбки, шорты, ну, обычных шорты, ни одних брюк нету. У меня прям ноги потеют там вот и под коленками. Вот. Ну, потом говорю, вот привыкла, и уже как бы проще отношусь к одежде, проще отношусь вообще к внешнему виду, отношусь проще. Вот так вот. Ладно, поболтала с вами немножечко. Буду с вами прощаться до завтра, а сама пойду фильм смотреть. Пока я тут болтала, моя радость почти уснула. Спи, моя радость, усни. В доме погасли огни. Так он лезет сладко. Тихо-сихо-тихо. Будем с вами прощаться. Всего вам наилучшего. Всем пока-пока и до завтра. И всем попрощайся со всеми. Пока-пока. Скажи пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok